Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в студии за операторским пультом, а на связи у нас Игорь Цесарский. Мы начинаем программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Кто у нас сегодня в гостях? У нас сегодня в гостях тоже Володя. Из Нью-Йорка, мой хороший друг и коллега, журналист, издатель-редактор Владимир Черноморский. Володя, из Нью-Йорка. Здравствуйте, Владимир. Я, Владимира, радиослушателей, и дай Бог всем здоровья. Спасибо. С праздником отца. И солнца, которого не хватает, но я тебе уже жаловался. Да, это не надо, ребята. У вас город 312. Это и репорт такой. Хорошо. Ну, да, есть и другие, на самом деле, коды. Вот. Ну, начнем, правда, мы не с того. Начнем мы не с погоды, а с того, что я предлагаю всем нашим радиослушателям. Не полениться заглянуть на Ютуб и посмотреть. В Ютубе есть такое дело. Есть такой подкаст, он называется ТВ-клуб Континент. И вот там вы можете встретиться с рядом авторов нашей медиагруппы. И в том числе эти же авторы присутствуют в этой передаче, которая сейчас в эфире, которая называется «Радиоблог». Ну, и в частности, я надеюсь, что вскоре господина Черноморского вы увидите и там тоже. Так что готовьтесь. Ну, я красивый, да. Да, 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 исключительно. Ну, у нас, а, красивый, вот, ты практически уже обозначил тему. Ты не догадываешься, что уже красивый, наверное, ты тоже. Обозначил, когда сказал о погоде. А мы давай охарактеризуем эту погоду. Да, 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 да. Значит, дорогие друзья, у нас сегодня такая тема своеобразная. Может быть, она в той или иной степени встречалась в предыдущих наших программах. Но вот сегодня мы именно хотим поговорить о том, как бы это сказать интересно, как бы найти вот эту формулу. Вот знаешь, я только перечислю некоторые вот наименования вот тех или иных явлений. И я думаю, слушатели догадаются, о чем мы хотим с тобой сегодня. Итак, вот есть люди с особыми образовательными потребностями. Так. Так. Вот, есть такое понятие, что отсутствие положительных результатов. Это еще хуже. Это еще интереснее. Потом можно послать на три буквы. Нельзя. Можно. Можно, если на три буквы. Это в мир послать надо, в слово мир, да? Да, да, ну, конечно. Потом человек с ограниченными возможностями. Потом лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, что, мне продолжать? Ну, и потом, да. И, наконец, офис. Приличный офис-менеджер вместо, ну, такого непрестижного секретаря, да? Да. Это мы о чем? Об эфемизме говорим. Несомненно, да. Эфемизм, то бишь, вещь, благозвучное обозначение какого-либо явления, предмета, чего-либо. Да. Например, у нас всем известно слово на букву «Ж» из четырех букв. И все говорят, да нет такого слова. А как, говорит, эта штука есть, а слова нет. Да. 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 И погода у вас какая? Полный певец. Полный певец погода. Да. Полный певец. Да. Вот так нельзя говорить. А, так можно говорить? А вот иначе нельзя говорить. А, иначе нельзя. Да. Так вот, эвфемизм – это, так сказать, выражение чего-то такого, что оскорбляет будто бы человеческий слух. Да. Это какие-то нейтральные или благозвучные вещи. Ну да. И, боюсь, тему мы выбрали просто страшную и очень опасную. Страшную. Ну да, я понимаю, потому что вот когда ты говоришь, понятно, это чувствительный момент. Ну, предположим, сказать, особенные дети. Да? Да. Но это, мы же об этом не будем говорить. Нет, не будем. Так же, как мы и не будем. И не будем говорить, ой, сплошные идут по улице старые. Ой, нет, нет. Люди пожилые там. Нет, тоже не золотого возраста. Золотого возраста. Что у нас в рекламе здесь очень практикуется говорить королевского возраста. Королевского. Представляешь, шлымазал идет и старый такой. Откуда-то из Жмеринки. А ему говорят, ну, он человек королевского возраста. Или после 50. Или после 50, да? Да, да. Это хорошая формула, потому что после 50 это и 60, и 70, и 80, и даже 100. Если хочешь 120, когда желает, ну, хорошего вам дня. Да, да. Это, кстати, тоже интересная формула. Ну, мы знаем, что пишется это в пожеланиях. Вот мы часто видим, ну, сами стараемся избегать. Я какое-то время подался такому искушению, начал желать людям до 120, а потом подумал. Ну, ведь могут понять превратно, потому что до 120 в каком-то виде, если ты до 120 дотянешь. Уж лучше полноценных 100, но зато без вот того, что бывает после, да? Ну, да. Чтобы вот, опять же, мертвый нехорошо, да, говорить? Да. Говорить, чтобы покойник, можно сказать, да? Так вот, чтобы покойник был немножко свежепалатым. Володь, вот смотри, какая штука. Кто-то может подумать, возможно, что выбор темы, ну, некоторым образом, несерьезный. Вот сидят, шутят и так далее. Но, вот интересная вещь. Вот вы все прекрасно знакомы с той книгой книг, где о слове сразу говорится, что такое слово, да? Да, цитату не будем говорить, потому что все и без нас знают. Ну, люди грамотные, слушают нас. А вот, понимаете, какая штука? Что вот, когда эвминизмами пользуются, то получается, с одной стороны, вроде благая штука, когда, ну, дебила не называют... Ой, извините. Давай я тебе приведу пример. Находят другое что-то, да? И вот пример, вот самый такой, как ты говоришь, вначале было слово. Вначале было вполне нормальное слово. Извини меня, негр. Нормальное слово, которое пришло из латинского языка. Ну, в смысле, из латинского, там, из испанского. Ну, а вот из испанского языка. Чего это значит? Вот. Негр и так далее. Используется негр. И было такое слово негр. И вот пошло. И поехало. И пошли эвхемизмы. Началось в 1930 году. Так. Поднялся вой. Как это так? Давайте слово негр писать с большой буквы. Так. Вот так, да? Да. Ну, вообще-то в 1930 году... В принципе, правильно. В 1930 году еще существовали скамейки, где говорилось неграм, евреям и собакам. Да, не важно, не важно. Евреям тоже тогда писалось с большой буквы. Да, да. Ну, негры хотели, чтобы слово негр на равных было с большой буквы. Но не учитывая то, что один негр, извини меня, из Мали, другой из Кении, третий из Ботсваны, четвертый из Экопии. То есть, если выделяется на наши анализы и пишется с большой буквы, так давайте вас распределим по национальности. Ну, хорошо, сделали, пожалуйста, нет вопросов. Сделали. New York Times написала в 1930 году слово негр с большой буквы. Дальше люди задумались. Как это так? Вот оскорбительно это звучит для нас все равно. Хотя институт есть, университет до сих пор существует, университет негра там чего-то знаний каких-то. Так, ага. Да, но для нас оскорбительно. Так. Решили, ну, раз для вас оскорбительно, решили это сделать, просто говорить, blacks. Да. Верные. Да. Они подумали, ну, как это так, оскорбительно. Ну, это да, действительно. Но существует white, существует blacks, это речь идет просто о цвете кожи. Да. Но если этим обозначают целую категорию людей, это звучит как-то не очень, да? Ну, почему белые говорят? Ну, белые говорят, черные говорят. Почему? У нас нет вопросов. У тебя есть вопрос, если тебя белым назовут? Нет, ну, мы же, мы же по определению, нас можно. Тебя можно даже белым евреем назвать. Да, и снежком обозвать, и как хочешь. Да, это другой вопрос. И, в общем, пришли к чему? Африка на Америке. Пришли. Пришли. Это эвфемизм. Большего идиотизма придумать сложно. Потому что, как мы уже сказали, они из разных стран. Это не все, не однородные племя. Они из Африки. А мы кто? Мы евроамерикан, да? Мы? Вообще трудно сказать. Я все время, вот здесь живу уже более четверти века, и все время думаю, а кто мы? Нет, но нет. Вот если мы хотим такой же, извини, пожалуйста, шапка снимательства, вот такого же благозвучия. То есть, мы не хотим просто быть, извини, белыми. Мы хотим быть евроамерикан, так. Или как, кто мы вообще? Юдоамерикан. Французы там, франкоамериканс. Я не знаю. Англоамериканс. Кто? Зачем? Не знаю. То есть, дошли до определенного абсурда. Ну, тут, вот смотри, всякий раз, когда заводится разговор подобного рода, да, приводятся аргументы какие-то, что это, если давит на чувства группы людей каких-либо, то значит, надо задуматься и что-то делать, чтобы эти чувства не оскорблять. Другой вопрос, что это всегда, как мне видится, проблема еще в чем? Да бога ради, назовите хоть, я не знаю, крокодила-бегемотом. Окей. Но проблема в чем состоит, что это все носит односторонний характер. Потому что в своей среде они как угодно могут, допустим, если мы говорим о наших афроамериканских братьях. Все как, brother. Но, когда это со стороны, это их оскорбляет, раз. И самое интересное, они в ответ могут как угодно говорить про людей, которые, ну, иного цвета кожи. Они не в ответ говорят. Они не в ответ говорят. Они тебя за говно не считают. Извини, пожалуйста. Ну, допустим. Простите за мобитон, простите за... Да, вот надо было сказать за продукт, как это называется, продукт человеческих этих... отходов? Ну, наверное. Ну, а имеется в виду, смотри, что... к чему я веду, что с этой стороны, не дай бог, то есть любой, по большому счету, даже вот телеведущий и так далее, может потерять работу в две секунды, когда он, не дай бог, обмолвится или что-то скажет. А с другой стороны... Что о себе говоришь? Я не знаю, но я... 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 я же... я же сказал, телеведущий. Мы на радио. А, ладно, телеведущий, радио. Мы на радио. Да, конечно. Но давай, давай посмотрим, куда это в конечном итоге ведет. Вот, вот, вот. Давай посмотрим. То есть, давай еще немножечко в бок уйдем. Вот я бы редактировал газету. Здесь, в городе Нью-Йорк. Было дело. Было дело. Главным редактором был в одной газете. Я не буду говорить, какое. Почему? Потому что из дальнейшего станет ясно. И я всегда писал слово педераст. Извини, пожалуйста. Педераст. Понятно. То есть, это лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня есть вот к традиционной, нетрадиционной. У меня есть свои сейчас возражения. Ну, это окей. Ты смотри внимательно. Ты очень хорошо сказал. Да. На меня пинулась огромная масса людей, как ты сказал, нетрадиционной сексуальной ориентации. Что я, извините, как он там, гомофоб, что я вообще мерзавец. Я ничего такого не имел. Я единственное, что использовал, использовал слово абсолютно научный, абсолютно точный термин. Да. Как называются люди, у которых, которые гомосексуалисты. То есть, Ожегов, Ушаков и прочие, они оттуда не восстали. Анафеме, как говорится. Анафеме тебя не предали. Окей. Да. И все. Но. Хорошо, я был готов принять лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Нетрадиционной сексуальной. Нормально? Нормально. Хорошо. Вдруг говорят, нет, геи. Я смотрю, что такое гей. Гей веселый, гей разбитной, гей какой-то такой-такой-сакой. Я знаю, среди моих знакомых, очень хороших знакомых, есть немало людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые отнюдь не веселые, отнюдь не разбитные. Они обычные нормальные люди, только единственное, что ночью они не... Извини, пожалуйста, как-то слово, которое мы... Володя, а почему только ночью? Что это такое? Нет, днем, не важно. Идем, и утром, может быть, все, я понимаю. Суть вот. Суть не в этом, да. Ты свечку там не держишь, и это не твое дело. Что куда дальше ушло, ты понимаешь? И отбросили сексуальную ориентацию нетрадиционную. Так. Он гей. Теперь, и вдруг, вот так вот, с эвфемизмами, с заменой терминов, вдруг пришли к выводу, что, извините, если раньше считалось, что гомосексуализм это какое-то некое проявление природы, отклонение от общего... Да. От общего, да. Это меньшинство отклонения от общего. Если раньше считалось, что их процент где-то колеблется от трех до пяти, у разных народов по-разному, то с появлением терминов гей, из парадов и так далее, и всем на свете, выяснилась простая вещь, что это выбор человека. Это не от природы, это он выбрал. И все. Его можно агитировать в то, чтобы вставать. Так. Понятно, да? Все. Все. То же самое происходит вот о том, что мы говорим, до того говорили. То же самое происходит. Когда мы говорили, что необходима определенная культурная среда, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Что нужно работать, работать и еще раз работать. Люди, которые затребовали для себя особого положения, что они не американ, а не просто африкан, американ и так далее. Эти люди могут себе позволить иметь 75% непомных семей. Они могут не работать абсолютно не в вашем городе-герое Чикаго, откуда известный полу-черкарный. Это анекдот, ты понимаешь? Когда его избрали. Моя жена, она работает в коллективе среди чернокожих. Она своеобразная женщина, поэтому ей очень хотелось подъелдыкнуть. Они сказали, вот ты можешь нас поздравить, наконец-то черную избрали президента. Она говорит, да нет, это вы меня должны поздравить. Он же наполовину белый. Это был удар ниже пояса. Да, конечно. Немножко неполноценный, скажем так. И вот ты понимаешь, чем штука. И пошло. И пошло. Люди совершенно спокойно не работают, не учатся по-настоящему. Ты понимаешь? Нам говорят, так извините, это наследие. Какое наследие? Мы тоже наследие рабства того же самого. Правильно. Современно отменили и в России, и в Америке. Да, я вот что уловил. Смотри, что получается. Вроде бы вещи не связаны. Ну, понятно, как там, как шлюпку или что там, назови так она. Это знаменитая. Но тут вроде бы от названия ничего не зависит. Причем тут одно к другому. Ну, то, что многие семьи их распадаются и прочее. Но забывают о том, что вот таких мелких, казалось бы, да, вещей, вот это все звенья одной цепи-то. Вот о чем ты говоришь. И вроде вот, видишь, началось какой-то там вроде публикации аж почти век назад, да. А потом тихо-тихо пошло. И кто? Естественно, никому в голову не придет говорить сейчас, чтобы кто-то с заднего, в автобус с задней двери заходил, а кто-то с передней. Вообще-то. Все. Тут ни у кого не то, чтобы... Это больной человек, если будет настаивать на подобном. Но вопрос же в другом. Понимаешь? И хорошо мы сейчас разговариваем с тобой на русском радио. На русском языке мы разговариваем. Представь себе, что мы вот это сейчас обсуждаем где-то в американском эфире. Ну, для начала, для начала 90% всех этих эфиров это просто вырубили бы на второй минуте, и это последний разговор был бы публичный. А на тех остальных... А тебя бы вырубили, как ты вышел со студии. Вот и все. А ты не можешь в оборотку ничего. Ты понимаешь, какая штука? Тебя могут угнетателем назвать, тебя могут назвать богатым, как в Советском Союзе называли джаз, это толстых, музыка толстых. А тебя здесь наоборот, ты понимаешь? И ты вообще никто, и от тебя никто. Но мне кажется, мы, конечно, сейчас не касаемся большой политики, хотя эти вопросы важные. Но вот разговор о том, что с приходом президента Трампа вот как бы джинны из бутылки выпустили, и понеслось вот то, что претит наши либеральные. Ну, правда, я не люблю, когда говорят либеральные публики. Это не либеральные. Извини за неэфминизм, а подонки, которые относятся к прогрессивистской вот этой всей братьи. Совершенно верно. Вот. Они, конечно, начали все сбрасывать туда. Но если серьезно не обсуждать даже такие вопросы, а замалчивать, то, ребята, пройдет... Процесс дальше идет. А дальше, дальше, дальше. Да. Да, только за твой какой-нибудь не то что слово, а за взгляд, который интерпретирует по-своему. Кстати, что происходит, ты же знаешь, если ты в лифте вдруг на женщину не так посмотришь, им покажется, что не так, ты тоже будешь иметь большие неприятности. Да, причем, причем, понимаешь, даже как ты. Дело не в том, что она побежит в суд. Она для начала на тебя начнет орать. Да. Ах ты сволочь, ах ты шовинист, ах ты... Как это? Пиг и так далее. Да, да, да. И все. А и ты волей-неволей начинаешь защищать себя, и ты... А как ты все делаешь рубашки? И без вины виноваты. Хотя, может, в твоем взгляде было... Вообще не было. Вообще не было. Хорошо, восхищался, ты ее красотой. А даже нет, иди там... Если ты там уже начнешь цокать, шмокать и так далее, я понимаю, но если ты просто смотришь, значит, это ты просто смотришь. Все, точка. Хорошо, вот точку мы поставим. В Америке запрещены... Ну, негласно запрещены прямые взгляды. Все, понятно. А мы отличаем друг друга. Хорошо. Мы с тобой прямо смотрим друг на друга. Кто нас смотрит сейчас на Ютубе прямой трансляции, они тоже видят. Замечательно. Мы уйдем сейчас на несколько минут отдохнуть, а потом мы с удовольствием приняли ваши звонки, потому что, мне кажется, эта тема достойна обсуждения. Да, причем мы готовы продолжить немножечко дальше по ступеньке. Да. Как ты пришел к Трампу, вот я бы готов был... Вот, вот, вот. Все, через несколько минут оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским. Пожалуйста, Игорь. Добрый день еще раз. И напомню, что сегодня в эфире со мной мой коллега, мой друг Владимир Черноморский. Продолжим, Олодь? Да, и я пока не посыпались вопросы, если они, конечно, посыпаются. Вот, я хочу еще одну вещь привести, пример. То есть, на более высоком уровне. Вот, существует у нас сейчас самая крупнейшая проблема иммиграции. В смысле, наплыв нелегальной иммиграции. Мы так и говорим, нелегальная иммиграция, то есть, противозаконная. То есть, люди пришли без визы, люди канают через границу, перелазят, переезжают, как угодно. И люди после этого претендуют на какие-то бенефиты здесь, как это называется, на всякое, что тоже является эвкемизмом, бенефиты. Ну, в сути в этом. Вот, претендуют на все на свете, но дело не в том. Они нелегальные иммигранты, и не иначе, незаконные. Они нарушители закона, они преступники. Правильно? Правильно. Теперь, вот появляется эвкемизм от наших левых товарищей. Какой эвкемизм? Не документирован. Ну, нет у них документов. Вот и все. Нет, они все. Исчезло. Исчезло понятие нелегальное. Они не документированные. У нас в стране, в самой великой стране мира, окажется 15, что ли, миллионов недокументированных. Вообще, хренов собачьих. Да. Извините. А как тебе вообще название «город-убежище»? Ну да, это само собой. Но город-убежище, тем более, это уже следствие недокументированных. Я из соображений вот неких политкорректных, слово «убежище» бы, конечно, переделал в «УЁО». Но не буду продолжать. Это понятно. Потому что правят этими городами, как правило, именно «УЁО». И почему они ненавидят Трампа? Потому что он с этим не соглашается. С этим эвфемизмом он не соглашается. Они никакие недокументированные. Они самые настоящие нелегалы. Они нарушители закона. И он это доказывает. И если бы только в этом, в каждой, так сказать, линии нашей жизни, в каждой линии нашей культуры, взаимоотношений политических с другими странами, НАТО, предположим, и так далее. Он откровенно говорит, с чего бы он хотел, и чего бы страна наша хотела и нуждалась. От Китая нуждалось бы равенство, торгового баланса. От Мексики, чтобы они придержали всю эту шваль, которая прет со всех границ. От Европы, чтобы они нормальные бабки вносили в НАТО. Да, равное участие. И поэтому он преследует все эти левые швали. Все с великой, превеличающей ненавистью. Вот до чего доходит простая вещь. Эвфемизм. Да? Простая вещь. Эвфемизм. То есть, благозвучие. Ну вот, благозвучие, видишь ли. Благозвучие доводит до того, я закончу. Да. И доводит до того, что все люди, которые начинают говорить правду, они становятся кем? Гомофобами. Они становятся расистами. Да. То есть, их называют, это приклеивают, как ярлык. На каждого умного по-инлуку все поровну все справедливо, как поется у Гулата Акуджа. Ну, все правильно. На самом деле, знаменитую Андерсоновскую сказку с тем мальчиком. Да. Да? Да. Ну, вот, как бы, Трамп уже на мальчика не очень похож. Он человек, как, скажем, вот, согласно теории. Он человек, которого все есть, который все уже в жизни достиг. Да, ну... Он может поступиться принципами, то есть, в хорошем смысле. Он говорит то, как оно есть. Ну, он то, что видит, он и обозначает. Если у него это не получится, если у него не получится вот то, к чему он стремится, о чем он мечтает, о чем мы с тобой, например, тоже мечтаем. Если, не дай бог, случится обратное, то есть, случится ренессанс вот этих ребят, вот столько и так далее. Мне понравилось слово «ренессанс». Ну, извини, это тоже эфтимизм. Я понимаю. Да. То, конечно, с этой страной непонятно что будет. А с этой страной... А зависящий от нее был Израилем, который... Да, совсем. Мы уехали туда, но туда уже тоже нельзя будет, потому что, если эта страна рухнет... Так там своего добра хватает. То есть, в этом плане. В этом плане, да. Иными словами, иными словами, как казалось, простая вещь. Создавать благозвучие. А благозвучие недопустимо. Нужно говорить все, как оно есть. Вот к чему я призываю моего друга Игоря Цесарского, а он может призывать, если захочет, своих радиослушателей. О, да. Ну, видишь, призывать-то можно. Но для начала, мне кажется, что очень важно говорить. Потому что, когда та или иная проблема замалчивается или как бы воспринимается по умолчанию, то... То тогда происходит следующее. Шаг за шагом. Ну, опять, для прогрессивной братья это шаг за шагом. Это они завоевывают то самое пространство, да? Да. Если брать в идеологической сфере, они шаг за шагом загоняют вот в тот самый тупик вот тех самых фобов, всех мастей и так далее, да? Да. И получается, что происходит следующее, что уже нет никакой возможности... Защититься. Да, защититься. И вообще дискутировать на эту тему, потому что это смерти подобно. Да. Потому что никто не хочет... Ну, представь себе, да, если взять вот так по стране, особенно в Штатах, где превалируют, да, сторонники вашего Деблазио или нашего... Это конец. Господина губернатора Притскера и так далее. Вот такого плана людей. То получается что? Что любое движение, которое воспринимается человеком, да, индивидуальным, не в том русле. Причем это общепринято сейчас. Ну, общепринято сегодня так, завтра может быть по-другому, пусть завтра по-третьему. Так же? Нет. И если допустить, чтобы это развивалось в том же направлении, в каком это развивалось, начиная с Картеров и при Обамы, если допустить, то все. Мы как раз на черте. Ну, да. Я, кстати, тоже полагаю, что 16-й год это некий Рубикон, который вот, ну, может... На время какое-то случилась приостановка, да, этого несущегося экспресса. Хотя хотелось бы думать, что те сторонники вот именно такой позиции, они, ну, как тебе сказать, не залезут опять в мышиные норы и не будут попискивать оттуда. Активность я больше вижу, конечно, в другой категории граждан, которая надевает, знаешь, оригинальные такие шапочки. Ну, я боюсь этим... Ну, я боюсь этим... Женским органам. А, это да, это вообще... Опять... Я это написал в Вагине Ирландии. Вот. И, соответственно, вот у них с активностью все в порядке. И, кстати говоря, активность эта серьезно поощряется дядюшками Соросом и прочими такими очень приятными пожилыми людьми. Вот. Так что... А вот с другой стороны как-то редко видно. Почему? Потому что это действительно... Это опасно. Это стало опасно. Это не просто опасно. Вот. Самое смешное. Вот последнее то, что вот из новостей Трамп высказался по национальному флагу, да? Читал ты, наверное. И получается такая вещь, что на сегодняшний день, да, пожалуйста, рви, жги на здоровье, да, этим ты выражаешь некое несогласие и так далее. Это под свободу слова и выражения и прочее, да? Угу. Вот. Но одновременно, когда разговор заходит вообще о каком-то патриотизме и вообще соблюдении законодательства и прочее, это сильно подрывает ту основу, на которой стоит левая идеология, потому что они же к законам плохо относятся. Понимаешь, законы им кажутся всячески несправедливыми. Ну, их вообще напрягает конституция, которая давно уже должна быть пересмотрена, и вторая поправка, и все на свете. Правильно? Да. Вот. Поэтому им хочется жечь флаги, да? Им хочется выходить... Им необходимо жечь флаги. Им необходимо рушить семьи. Им необходимо... Им необходимо... Огромное количество нелегальных иммигрантов откуда угодно, которые от них зависят и за них голосуют. Им необходимо взаимоотношения с Китаем, который грабит страну, но их компанию не грабит. И они этим китайцам готовы отдать важнейшие достижения американской мысли. Они спокойно им отдают. И ведь если, пойми правильно, вот если при Рейгане, при Рейгане был взлет, невероятный взлет промышленности, за счет чего была технологическая революция, появились PC-компьютеры, и Америка начала производство, и пришли огромные деньги в Америку. Пока вот те же самые АБМ, пока те же самые фирмы, которые производили компьютеры, не начали раздавать это в Китае и так далее, производство. А те поступали как цеховики советские. Они выпускали на рынок столько, сколько заказала компания, а остальное они от своего имени выпускали. Но сейчас пошли дальше. Сейчас они воруют просто технологии, хапают. Это же необходимо остановить. Чего же вы, сволочи, мешаете там в Конгрессе? Что же вы делаете? Вы что, в стране где-то гигантский триллионный дефицит, вы это позволяете? Володь, смотри, какая штука интересная. Что, к сожалению, это болезнь не только демократов. Так, у нас, кажется, звонок появился. Ну, послушаем. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что сейчас нелегалы, они стали уже более-менее легальными. Например, вот у нас в Нью-Йорке, наш штат, вот на днях как раз они решают вопрос о выдаче там 200 тысяч там прав, водительских прав нелегалам. А до этого наш мэр Деблазио выдал им на 50% метрокарты, чтобы они поездили в общественном транспорте. А ты еще 6 лет там назад тоже Деблазио выдал CD-карт, чтобы они могли бесплатно посещать музеи и вообще выбирать любого представителя власти в нашем городе и в нашем штате. Вот я боюсь, что скоро самим гражданам нечего будет делать в Соединенных Штатах. Все нелегалы займутся, все позиции в наших городах. Как вы считаете? Спасибо за ваше мнение, Володь. Ну, никто им не даст, конечно, занять все позиции, во-первых. Во-вторых, их просто используют, так сказать, и все. Вопрос другой. Я не слышал, что им 50% это проезд в метро. Это первый раз. Я же не езжу, к сожалению, на метро, но я об этом не слышал. Так и так не может быть, во-первых, потому что так это не может быть никогда. Ну, слушай, почему-то нет. Но права им сейчас выдадут. А медицинское обеспечение, дорогой мой друг? Слезное обеспечение вообще у них нет вопросов. Ты понимаешь? Нет вопросов, да? Есть вопрос. Ты придешь в госпиталь? Понятно. Нет, они тебе счет пришлют, а они придут в госпиталь и уйдут. А у ветеранов вьетнамской и прочих войн тоже нет вопросов, как ты думаешь? Еще сколько? Еще сколько, да. Еще сколько. Ты понимаешь? Потому что они прикреплены к определенным госпиталям. Они не могут себе выбрать, например, у него Раху, ветерана вьетнамской войны. А ему сказали, что тебе надо Слоун Кеттеринг. То есть Раховый институт Манхэтт. Один из лучших в мире, может быть, лучший в мире. А его туда говорят. Ну, вот у тебя там, блядь, есть. У тебя есть там клиника? Иди туда. Иди туда и лечися. Все правильно. Вот как это нет? У них есть как раз? А вот этих нету. Потому что его привезли туда в этот Слоун Кеттеринг с Раком. Да. Легал он, нелегал. И на здоровье. Он нелегал. Его спрашивают, у вас у тебя что-то есть? Нет ничего. Ну, хорошо, мы на тебя временный медикейт откроем. Временный. То есть, когда государство оплачивает. И они платят институтом. Володь, Володь. Ты знаешь, когда я был в телевизионном эфире с одним, одновременно с одним твоим земляком. Не буду называть с кем, неважно. Вот тема была как раз нелегальной эмиграции. Мы обсуждали. И он сказал, а что же вы хотите, чтобы они на дорогах умирали? Извини, пожалуйста. В мире, в мире уже скоро будет 10 миллиардов человек. Что ты всех прокормишь? Ты будешь иметь какое-то к ним отношение, но они живут... Конечно, никто не хочет, чтобы кто-то умирал. Если я увижу, что кошка умирает на дороге, я ее подыму. Конечно, это по-человечески. Но надо, чтобы сделать так, чтобы эти люди заботились о себе там, где они живут. Ну, конечно. Вот, там, где они живут. Если у них там не получилось, значит, они еще не доросли до того, чтобы жить так, как мы живем. Вот и все. Ну, это вот логика простая, казалось бы. Но, с другой стороны, смотри, что получается, что, к сожалению, мы понимаем, ладно, Конгресс, вот одна из палат демократическая. Но, но ведь когда даже обе палаты были у республиканцев, а я что-то не заметил при этом какого-то вот движения в сторону... Да, и ты же знаешь, почему ты меня провоцируешь. Я скажу то, что ты знаешь. То, что Трамп, это человек, который выступил не только против демократов. Да. Он против эвфемизма выступил. Он против истеблишмента выступил. Да. Он против наезженных их путей, которые замешаны на непотизме, замешаны на рука руку моет и так далее, на договорах всяких подпольных и так далее. Он пошел напрямую. Он избавился от эвфемизмов, о которых мы сегодня специально говорим. Поэтому в своем кругу, в смысле в кругу республиканцев у него тоже враги. Ну, ну... А кроме того, были просто завистники типа Маккейна. Извините, уже почившего в БОЗе, как говорят, эвфемизмом мертвяка. Говорят напрямую. Вот. Но он только из зависти, из личной ненависти он проголосовал против того, чтобы отменять Обама Керк. Да. Ну, у кого память нормальная, все помнят эти дни и помнят, что было. Ну, видишь, что получается. В итоге, как говорят, один в поле не воин. Но, с другой стороны, у нас практически получается, что один и воин. Потому что, по сути, вот той поддержки, которую партия в данном случае должна бы оказать, вот, ну, как вот, как она оказывала, вот, его предшественник опирался не просто на кого-то там, на свой электорат. Он опирался на партию, которая какими рядами выстраивалась, да, и попробуй там шаг влево, шаг вправо. Это у демократов. И фабрастрел называлась, да? Это у демократов. Вот, когда избирался Рейган, когда избирался Рейган, у него тоже была масса противников среди своих. Да, было. Потому что он тоже был нетрадиционен, потому что он им мешал. Он мешал им сидеть там тихо, мирно и подчинять премьер. Видишь, в какой-то степени люди, особенно президенты нетрадиционной ориентации, ну, в другом смысле, не в том, они как раз-таки нужны. Вот, говори, в хорошем смысле. Ну, мы же не говорим, что то в плохом. В другом, в другом смысле. И смотри, что получается. Приход таких людей, он назрел. И, возможно, каким-то образом что-то поменяется. Почему? Потому что есть сравнить что-то с чем-то, да? И понятно, есть такие вещи, которые вспять не повернутся. Это мы понимаем разумно. Но есть что-то, что можно еще спасти. И, потому что, когда говорят о ценностях определенных, семейные ценности. Вот ты привел пример, да, этот ужас. Когда те же чернокожие сограждане все-таки в большей степени посещали церкви и были, ну, более, скажем так, в приверженно-традиционном ценностях. Им разрушили институт брака. Да. Им разрушили общину, как ни странно. Конечно. Они стали возить в белые школы. А потом мы говорим о том, что в тюрьмах сидит подавляющее большинство. И это расизм. Это, друзья, не расизм. Это расизм. Какой это расизм, если они так сложились? Когда мама растит детей в отрыве от папы, который бы тоже должен принимать в этом участие, и это не эксключение, а правило, то вот вам, друзья, и результат. То есть, уже изначально больше шансов криминогенного какого-то характера этого человека. Ничего не сделаешь. И поэтому здесь, что можно предпринять? Резюмируем. У нас осталось буквально... Резюмируем, это значит, нужно избавляться от политкорректности. Да. Нужно избавляться... Нужно избавляться... И следующая стадия политкорректности. Пришло время говорить, как оно есть. Как оно есть. Тебя бы... Превозможности. Превозможности. Вы спросили сейчас. Владимир, а вот вы готовы, если вам в глаза будут говорить неприятные вещи? Жит-пархатый, в смысле? Ну, не обязательно. А что? Ну, старый хрен там, или еще что-то, не знаю что. Дать по морде, что ли? Я готов. Готов. Даш. Вот и весь ответ. Я в жизни отмечу. Да, это мы уже шутим. На самом деле. Но действительно, есть места, где это все на пограничном построено. И, наверное, наверное, все-таки, если это звучит какая-то вещь как оскорбление, да, может, к этому стоит прислушаться. А если нет? А если нет, надо пройти мимо и жить так, как, собственно говоря, и живут люди. Но никакие вещи, которые своими именами называются, они не должны служить именно тем показам превосходства одних над другими. Это другой вопрос. Моментам неравенства и так далее. Это другой вопрос, да. Да, я согласен. Никакого неравенства. Но требовать других то, что требуешь себя. Абсолютно. Вот и все. И не ущемлять себя ради других, которые этого не достоинят. Вот это самое основное. Смотри, вот буквально разрешили проблему. Нам хватило двух минут последних эфира, чтобы сделать это резюме. Ну, я думаю, этот час тоже, возможно, тех, кто нас слушал, каким-то образом что-то себе на уст намотают. Будем рады, если что-то напишете. Только не называйте нас ксенофобами. Какоими мы не являемся. Спасибо, кто был с нами. Спасибо. И спасибо тебе, Ваше. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok